Друзья, приветствую вас на канале InvestFuture. Давайте поговорим о самых важных новостях из мира экономики и финансов за 20 августа. Я сделала для вас подборку самого актуального. Итак, первая тема, которую хочу с вами обсудить. Экономисты дают российской экономике год-полтора до кризиса. Об этом говорится в свежем исследовании. Деловая активность российской промышленности в июне-июле 2019 года подготовила высшая школа экономики. В принципе, здесь ничего нового не сказано, но важно, что такой уважаемый образовательный институт все-таки тоже признает грядущие проблемы. Цитата. Если торговая война между США и Китаем достигнет точки кипения и, соответственно, на какой-то период замедлится темпы роста экономик указанных стран, это мгновенно приведет к заметному снижению мировых цен на сырье и создаст значительные трудности для основного российского экспорта, пишут эксперты. Понятно, что такой вариант развития событий в России приведет к проблемам с наполнением бюджета, естественно, потому что мы по-прежнему зависим довольно сильно от нефтяного и прочего сырьевого экспорта. Спровоцирует негативную волатильность на валютном рынке, ухудшит инвестиционную составляющую и другие проблемы может спровоцировать, считают в ВШ. В итоге возможно замедление роста российской экономики вплоть до ее перехода аж в рецессию. Но по расчетам аналитиков этого сценария нам с вами нужно бояться не раньше, чем через год-полтора, потому что сейчас ситуация на мировых рынках критической не выглядит. Это довольно важный момент. Также авторы отчета отмечают, что в 2020-2021 году пройдет 12 лет с момента последнего мирового кризиса. И именно это количество времени считается так называемой средней циклической волной, после которой, как правило, в мировой экономике наступает кратковременная рецессия. И как раз за это время в мире могут появиться различные финансовые пузыри. Ну и эксперты в ВШ также отмечают историю с доходностями в США, которую мы обсуждали на прошлой неделе по трешерисе. Говорят, что это может быть тревожным сигналом. Так что все кругом и говорят о кризисе. Но пока что он не наступает. Мы видим с вами только возросшую волатильность на рынках. Второй сюжет, конечно, очень острый и актуальный остается тема российского рубля. Поэтому зачитаю вам подборку прогнозов от экономистов четырех компаний. Из них три – это крупные западные банки. И, как ни странно, несмотря на обострение волатильности, сейчас в их комментариях можно услышать даже некоторый оптимизм относительно будущего рубля. Ну, смотрите, после вчерашнего обвала до минимума с января рубль находится перед вопросом, что же дальше. Будем дальше укрепляться выше отметки 67 или все-таки от нее развернемся вниз? Ну, вот, скажем, в банке Credit Suisse аналитики из лондонского филиала пишут, что с начала квартала рубль потерял 5,4%, за последние пять сессий – 2,8%. К доллару является худшей по динамике валюты на развивающихся рынках. При этом это все происходит несмотря на довольно благоприятный внешний фон. И это поведение для курса рубля нетипично и, очевидно, связано с крупными корпоративными покупками валюты, говорят в Credit Suisse. Если рубль продолжит торговаться хуже остальных валют развивающихся рынков, эта распродажа может плавно перетечь на рынок облигаций. Но в банке пока считают, что корпоративные покупки в ближайшие дни должны быть исчерпаны. И, с другой стороны, рост активности со стороны экспортеров по продаже валюты, наоборот, поможет рублю восстановить свои позиции. Поэтому в Credit Suisse все-таки позитивно смотрят на будущее рубля. Дальше. В Данске банк с точки зрения фундаментального анализа также позитивно оценивают ситуацию, потому что отмечают, что несмотря на то, что ожидаемая доходность от операции Carry Trade снизилась, она по-прежнему выше среднего уровня за 12 месяцев и привлекает иностранных инвесторов. Итак, с июля аппетит к рисковым активам очень низок. Да, это действительно так, мы это видим. Но, с другой стороны, относительно достойная доходность и при этом стабильная плюс-минус для развивающихся рынков макроэкономическая картина в рубле пока удерживает многих долгосрочных инвесторов, при том, что жестких санкций против России пока видно не было. Об этом говорят в Данске банк и, соответственно, видят фундаментальные причины для того, чтобы оставаться в рубле для своих клиентов. Ну, а вот, например, в банке ING пишут, что многое будет зависеть от состояния глобальных финансовых рынков, конечно, и при стабилизации вполне реалистично укрепление рубля до 65 рублей за одну единицу иностранной валюты на конец квартала. Да, вот такие вот ожидания. Ну, еще из обзоров, например, IT Capital отмечает, что рубль к доллару сейчас перепродан, что намекает на возможный разворот тренда. Предлагают нам с точки зрения теханализа посмотреть на индикатор RSI, индекс относительной силы. И также отмечают, что к концу сентября курс рубля может вернуться к уровню сопротивления на 100-дневный скользящий средний. Вот такие вот оценки. Ну, это, естественно, никаким образом не рекомендация. Я вижу большие риски в рубле на ближайшие как минимум пару месяцев. Но хочу вам показать, что есть и не только негативные, но и позитивные прогнозы у банков также. Третья тема. Главы крупнейших корпораций договорились работать на благо своих клиентов. Есть такая престижная организация, называется Business Round Table, группа, куда включены руководители более 180 крупных компаний из США. И регулярно они публикуют такой вот стейтмент, где свои цели и задачи формулируют. И в этом году в документе они призвали американский бизнес работать не только на акционеров и их прибыль, но и на всех американцев в целом. Важно здесь то, что во всех версиях документа, который публиковался с 1997 года, говорилось, что компании существуют, чтобы работать на благо своих инвесторов. Но современный бизнес, похоже, меняется. И вот в первый раз мы увидели такую переформулировку. Документ подписали в том числе главы компании Amazon, Apple, AT&T, Bank of America, Boeing, Coca-Cola, ExxonMobil, Ford, General Motors, Johnson & Johnson, MasterCard и даже Goldman Sachs. Кстати, про банка Goldman Sachs вот как раз пару дней назад у меня вышло очень интересное видео, где я рассказываю о том, как эта маленькая когда-то инвестиционная компания управляет, возможно, миром. И если вы еще не видели это видео и не участвуете в конкурсе, который в нем проходит, то обязательно это сделайте. Ссылка есть в закрепленном комментарии. Всем удачи. Продолжаем. Ну и, соответственно, в нынешней версии документа Business Roundtable говорится о том, что фирмы должны превосходить ожидания клиентов, быть им полезными, инвестировать в сотрудников, образование, переподготовку. И очень много о честной работе и об этичной работе с другими компаниями и со своими потребителями. Ну, вот, например, глава банка JP Morgan Chase говорит, что американская мечта жива, но изнашивается, а пропасть между богатыми и бедными в США становится все больше. Поэтому акцент на клиент это долгосрочная цель фирм. Казалось бы, ну, такие довольно формальные слова. Ну, вот, например, эксперты, которые опрошены агентством Reuters, считают, что такое заявление может сыграть важную роль в направлении развития современного бизнеса, потому что отражает, ну, скажем так, ту потребность, с которой бизнес сталкивается для того, чтобы в современном мире существовать. Да, потому что даже крупный бизнес, не ориентированный на клиента, уже не выживет. У нас немножечко сменяется век. И вот, например, Reuters вспоминает, что в 80-х годах публикация документа привела к масштабным сокращениям и борьбе против профсоюзов. Посмотрим, какая будет история на этот раз. Четвертая тема. Пару слов про акции Alrosa, которые сейчас находятся в просадке, но, тем не менее, вот как раз-таки во вторник подъехал некоторый позитив. Был опубликован отчет компании за второе полугодие 2019 года, и, честно скажем, все финансовые показатели компании ухудшились. Ну, мы увидели, что чистая прибыль упала на 36%, выручка упала на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий долг вырос на 6%, а чистый долг и вовсе взлетел на 487%. У проблемы начались компании со второй половины 2018 года. Тогда продажи рухнули из-за трудностей с огранкой алмазов в Индии, где 90% камней в мире обрабатывается. Но, несмотря на такой слабый, в принципе, довольно ожидаемо слабый отчет Alrosa, мы увидели некоторый рост котировок, там порядка 2% в моменте. И это было связано с новостями о том, что 100% от своего свободного денежного потока Alrosa направит на выплату дивидендов. Это может дать акционерам компании 3,92 рубля на акцию примерно, а дивидендоводность составит, соответственно, в районе 5,3%. Это понравилось инвесторам. И, соответственно, очень многие банки также позитивно смотрят на перспективы котировок Alrosa. И так, например, в банке JP Morgan считают, что котировки могут вырасти еще сильнее. Советуют покупать ценные бумаги Alrosa, ставят на рост на 51% в течение года. И, соответственно, цель в 110 рублей за одну акцию в банке БКС. Также считают, что ситуация хороша, потому что стало известно о том, что Alrosa планирует сокращать свои капитальные затраты. И вот это для инвесторов хорошая новость. Если будет восстановление динамики продаж после провала в 2018 году, то, соответственно, и акции могут пойти в рост. Но вот консенсус, прогноз такой общий, усредненный по акциям Alrosa, предполагает, что за год бумаги могут подражать на 28% до 93 рублей за одну акцию. Напишите в комментариях, есть ли у вас в портфеле бумаги Alrosa и какие у вас ожидания. И последняя, пятая тема. Акции Норникеля сейчас пользуются большим расположением инвесторов на московской бирже. И 20 августа вышел отчет компании за первое полугодие 2019 года. Мы увидели, что чистая прибыль компании за 6 месяцев этого года выросла на 81% и составила по МСФО практически 3 миллиарда долларов. Это, конечно, очень мощный результат. В результате консолидированная выручка плюс 8% за счет увеличения объемов производства компаний и роста мировых цен на Палладий. Компания сама объясняет свой успех проведением программы по повышению операционной эффективности, а также благоприятной конъюнктурой на рынке Палладия. Владимир Потанин, президент Норникеля, заявил, что компания увеличила производство и продажи всех ключевых металлов и сумела удержать рост операционных расходов ниже темпов российской инфляции. Компания является хорошей также и с точки зрения своей дивидендной политики. 1 июля за 2018 год выплачены были финальные дивиденды 792,52 рубля на одну акцию, а как раз 20 августа Совет директоров порекомендовал выплатить промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2019 года в размере 883,93 рубля. Закрытие реестра для получения промежуточных дивидендов 7 октября. Что вы думаете об акциях Норникеля? Слишком ли они дороги или еще можно покупать? Также пишите, пожалуйста, в комментариях. Друзья, помимо видео про Goldman Sachs, о котором я уже сегодня упомянула, у нас из свежих таких интересных роликов, не новостных, на канале есть видео о том, как перестать лениться. Я сегодня с утра пролистываю комментарии и получаю огромное удовольствие и заряд мотивации, потому что вы такие классные вещи рассказываете о том, как вы перебарываете себя, что и мне тоже хочется делать еще больше за сегодняшний день. Ну вот, например, Камила пишет, лично у меня с ленью все просто. Посмотрите на обычного городского бомжа, жителей улицы, задайте себе вопрос. Хочешь прийти к такому вот существованию? Нет? Тогда бери себя в руки и вперед. И вообще так много классных комментариев. Спасибо вам. Посмотрите это видео, если еще не смотрели. Ссылочка, так же, как и на видео с Goldman, есть в закрепленном комментарии под этим видео на YouTube. Спасибо, друзья, что смотрели это видео до конца. Пока ждем завтра протоколов ФРС, потом ждем Джексон Холл. На этой неделе на рынках будет безумно много всего интересного, так что держим руку на пульсе. Ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, если вы еще не с нами. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта InvestFuture.